Здравствуйте! В эфире на Уральской вещательной компании еженедельная программа «Объективно о спорте» в студии Евгений Гурин. О последних спортивных событиях в жизни города узнаете далее. Поехали! Состоялись очередные игры в чемпионате области и города по футболу. Завершился традиционный волейбольный турнир «Мемориал» Андрея Иосифовича Савчука. В Новуральске прошел летний чемпионат города по теннису, а сборная города приняла участие в командном турнире городов Урала. В чемпионате области по футболу в минувшую субботу были сыграны матчи девятого тура. Новуральский кедр принимал дома качканарский горняк, идущий третьим в турнирной таблице. Как новуральцы противостояли одному из лидеров чемпионата – в нашем следующем сюжете. Горняк – один из самых неудобных соперников для кедра, и обычно результаты их поединков сложно предсказать. В прошлом году победив качканар на выезде 2-0, кедр уступил дома 0-4. Гости открыли счет в первом тайме, который прошел с некоторым преимуществом горняка. Однако во втором тайме кедр перехватил инициативу, и Виталий Четин, который заменил на поле Михаила Бердова, красивым ударом метров 25 забил ответный мяч. Стоит отметить, что науральцы в этом матче были ближе к победе, и только невезение не позволило Дмитрию Кузвесову повести кедровцев вперед. Мяч после его удара головой с линии вратарской попал в перекладину. Таким образом, боевая ничья 1-1. Полученное очко позволило кедру подняться на 9-е место в турнирной таблице чемпионата. Теперь науральцы на 1 очко отстают от Академии Урала и на 2 от футболистов Урала-Азбеста. Но у кедра есть еще игра в запасе против аутсайдера чемпионата Олимпа и Скачканара. Она состоится 13 июля, и в случае победы нашей команды мы поравняемся с футбольным клубом «Реш», занимающим сейчас 6-е место. Но перед этой игрой кедротцам предстается выдержать пресс-атак лидера чемпионата Динура 9 июля в Первоуральске. В прошедшем туре лидеры чемпионата выясняли отношения между собой. И Динур на своем поле смог забить два безответных мяча Синари и теперь с 25 очками единолично возглавляет турнирную таблицу. Синара идет второй, имея в активе 22 балла. Замыкая тройку призеров, горняк, отставая от лидера, на 8 очков. Остальные результаты девятого тура на ваших экранах. В чемпионате города по футболу во второй группе в понедельник состоялись игры очередного тура. Команда МЧС не оставила шанса в северу, забив ворота соперников 9 безответных мячей. Арсенал был сильнее викингов 2-0. Ветеран взял верх над самолетом 5-1. А в самой упорной игре тура футболисты Рингса с минимальным преимуществом 2-1 обыграли конвекс. Двумя финальными встречами и одной товарищеской завершился традиционный мемориал Андрея Савчука по волейболу. В мужском финале неожиданности не произошло. А вот представительницам прекрасного пола и руководителям УОХК для выявления сильнейшего пришлось сыграть по три партии. Кто стал обладателем главного приза мемориала, узнаете далее. Победителями традиционного мемориала Андрея Иосифовича Савчука стали женская команда УЗГЦ «Эко-Альянс» и мужская отдела 10. Волейболистки сборной УЗГЦ и «Эко-Альянса» в упорной борьбе в трех партиях взяли верх над командой отдела 16-2-1. Причем уступили первую со счетом 15-25, но сумели переломить ход борьбы и выиграть следующую партию 25-19. Третьей решающей борьбы не получилось и в итоге 15-8 у ЗГЦ «Эко-Альянс» победители турнира 2016. А вот мужчины отдела 10 были заметно сильнее соперников из молодой и амбициозной команды «АТЭК Атомохрана» и сумели победить в двух партиях 25-18 и 25-11. В рамках мемориала прошел также традиционный товарищеский матч сборных директората АО УОХК и профсоюза. И здесь наблюдалась равная борьба, где все решилось в третьей решающей партии. Работники профсоюза были сильнее 25-22, 16-25 и 15-12. Таким образом 2-1. Лучшими игроками мемориала «Совчука-2016» были признаны Вячеслав Подопрелов, Цех-87, Ян Канищев, Управление, Юлия Лагунова, отдел 16, Алена Боська, УЗГЦ, Леонид Титов, отдел 10, Евгений Денисов, АТЭК, Александр Исайков, профсоюз и Никита Белослуцев, директорат. Победителей и призеров наградил генеральный директор УОХК Александр Белосов. В городе Озерске Челябинской области прошел открытый чемпионат Уральского федерального округа по триатлону, в котором приняли участие и навуральские триатлеты. Победителями в своих возрастных категориях стали Владимир Крылов и Галина Бучкина. Серебряными медалями из науральцев похвастать никто не смог, а вот с бронзой оказались Василиса Нечаева, Александр Картапов и Вячеслав Десятов. Поздравляем наших спортсменов с удачным выступлением и желаем им новых побед. На прошедшей неделе состоялись сразу два теннисных турнира. И если в летнем чемпионате города участников набралось совсем немного, то в представительном турнире, который прошел в городе Лесном, недостатка в участниках не было. Как навуральцы выступили на нем, выясняла навуральская вещательная компания. Сборная Навуральска стала победителем традиционного командного турнира городов Урала, прошедшего в Лесном. По регламенту команды должны были сыграть пять мужских встреч, две женских, три парных и один микс. Навуральцы победили команду Леснова 11-0, теннисистов Нижнего Тагила 8-3 и в финале в упорной борьбе взяли верх над прошлогодними победителями командной Заречного 6-5. Решающее очко команде принесла пара Соловьев-Клюкин. За сборную на Уральска выступали Анна Беруля, Алина Соловьева, Владимир Петрусев, Андрей Большедворов, Андрей Московских, Дмитрий Соловьев и Михаил Клюкин. Отметим, что за весь турнир Владимир Петрусев не потерпел ни одного поражения. А в минувшие выходные на теннисных кортах спортклуба «Кедр» за дворцом спорта «Дельфин» прошел летний чемпионат города. Чемпионом в очередной раз стал Дмитрий Соловьев, который в финале с одинаковым счетом 6-2 в двух сетах был сильнее Дмитрия Кожина. В матче за третье место Михаил Холькин был сильнее Ирины Павликовой 6-0, 7-6. Заметим, что в былые годы в чемпионате города принимало участие до полусотни спортсменов. Разыгрывались медали и в женском турнире, и в турнире ветеранов. В этом году только шесть мужчин и две представительницы прекрасного пола заявились для участия в чемпионате города. Надеемся, что в следующем году количество участников увеличится и турнир начнет свое возрождение. Мы продолжаем нашу традиционную рубрику «Этот день в истории спорта». 6 июля 1940 года родился прославленный советский хоккеист Виктор Григорьевич Кузькин, защитник ЦСКА, заслуженный мастер спорта СССР. Трехкратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира. Первые свои матчи Кузькин сыграл на стадионе юных пионеров, куда в 1953 году его привел один из приятелей. Вскоре Кузькин стал посещать спортивную школу ЦСКА, был зачислен в юношескую хоккейную команду ЦСКА, откуда спустя некоторое время перешел в главную. В юношеских командах начинал как нападающий, но во взрослый по предложению Тарасова стал защитником. Всю игровую карьеру провел в составе ЦСКА с 1958 по 1976 год. Рекордсмен страны по количеству выигранных чемпионских титулов в первенствах СССР 13 раз. Сборный СССР долгое время был капитаном, был одним из самых корректных защитников своего времени. Входил в список лучших хоккеистов СССР в 1964 году. Награжден двумя орденами «Знак почета» и «Ордена почета». В связи с 50-летием российского хоккея отмечен специальным призом Федерации хоккея России в числе шести лучших защитников страны за всю историю. В 2004 году введен в зал славы Международной Федерации хоккея. Это все спортивные новости города на сегодня. Любите спорт, занимайтесь спортом и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова